Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 сентября и я хочу поговорить еще раз о заготовке своих семян, потому что очень много вопросов приходит от начинающих. У кого-то проросли семена прям в стаканчике или в баночке во время заквашивания. У кого-то, ну короче, не у всех все сразу получается. Заготавливать хочется всем научиться свои семена и научиться сделать это качественные все. И вот один из вопросов, который приходит очень часто, что сделать, если семена проросли, если показались ростки еще в банке или вот когда вы выложили сушить. Но этот вопрос, я вот одной зрительнице ответила, что нужно разбирать очень-очень досконально. Я сейчас скажу, какие здесь могут быть нюансы. И некоторые начинающие иногда ошибочно думают, что семена у них проросли, воспринимая за росток вот этот вот носик семянный. Так, сейчас я на свет поверну, как-нибудь, чтобы вам было видно очень хорошо. Вот смотрите, у семечек, вот я сейчас откинула, у семечек есть вот само толстая тельца. И есть вот этот вот носик, я сейчас вот поднесу поближе, оно сфокусируется. Так, сейчас. Вот посмотрите, вот куда ручкой я указываю. Видите, вот этот вот белый носик, вот и вот белый носик. Это то место, где они вот, ну чем они держатся? Иногда начинаешь убирать, они прямо вот этим местом как прицеплены там в томате. И он как бы более светлое, это место. И вот этот носик, он белый. Если вот так подальше отойти и посмотреть беглым взглядом, то может показаться, что это появляется росточек. Вот здесь тоже сейчас на виду, вот есть яркие такие примеры вот этих белых носиков. Вот, кажется, что вот, ну вот показался носик этого росточка белого. Многие путают вот эти вот остроконечные, как я не знаю, как назвать, носики вот этих семян или что. Они принимают их за росточки, но это не росточки. И вот когда семена мокрые, еще как такой обман зрения, если освещение какое-то не такое, они как отблекивают, вот яркий пример, вот. Они отблекивают и издалека, как беглым взглядом, если посмотреть, кажется, что это росток. Но вы присмотритесь, это не росточек, это именно вот белый носик самого семечка. Само-то тельце, ой, само тельце она вот, а это вот, она в этом месте прицеплялась и остался вот этот белый носик. Это не росток. Так вот, нужно сначала разобраться, действительно ли у вас семена проросли вот во время сбраживания и замачивания, или это просто вот эти вот белые носики. Вот они белые носики, кажется, как росточки. И вот так, если вот издалека, посмотрите, прям вот явное ощущение, что семена уже как подались в рост. Но если его взять, посмотреть, открыть даже, вскрыть, если его, ростка никакого нет. Вот разберитесь сначала с этим вопросом, действительно ли у вас росточки или вот эти белые носики. Если же у вас действительно уже явно вылез росток, если вы видите, что вот семечко, а из него прям вот торчит росток, конечно, эти семена, они уже не годятся, их нужно выбрасывать. Но опять же, не торопитесь. Если этот сорт для вас ценен, если больше собрать не с чего, вот так вот разложите их, вот вы, например, в мокром виде их сушить положили, пинцетом вот эти семечки с ростками удаляйте сразу, это стопроцентно, они не взойдут. Но так как прорастают семена ведь не все 100%, может быть половина семян у вас не проросли и еще годятся. С ростками все удалите, а эти все оставьте. И когда их высушите, обязательно перед тем, как вы решите их сеять, вот зимой за неделю, за две, за три, проверьте их на всхожесть. Возьмите 10 семян, замочите, если 5 из них взойдут, значит семена годны и просто нужно увеличить норму высева. Например, если вам надо 20 штук, то вы сеете 30. Ну как обычно, я в прошлом году рассказывала, нынче весной, как проверить всхожесть и что делать с семенами с низким процентом всхожести. Все. Вот это пророщенные семена. Если вы видите, что они у вас проросли все и конкретно, прям ростки, конечно вы их выбрасываете. Если у вас подозрения, то ли проросли, то ли не проросли, ну возьмите лупу, посмотрите внимательно, в большинстве случаев это не ростки, а это вот такая вот, как природная особенность семечки. У него вот этот носик, он всегда белый. И он отсвечивает, он отблескивает, и бывает, что выбрасывают под видом пророщенных семян вообще хорошие семена. Если проросли частично, половину выкинете, половину оставьте. Но используйте их, отнеситесь к ним с подозрением, но уже предполагайте, что они могут не взойти, поэтому нужно обязательно проверять всхожесть. Все. С вами была Ольга Чернова. Это о том, если семена взошли, проросли уже в банке, что с ними делать. Вот вариантов много. Поступайте обдуманно. Вот все, что я сказала, подумайте и примените в своем случае. Все.